Окей, всем привет, кто к нам присоединился, кто будет смотреть это в записи. Мы продолжаем, я надеюсь, закончим сегодня статью Ханан Парата к недельному разделу Беш-Аллах. Ну хорошо, давайте второго по очереди. А, ну вот, Абслан, тоже замечательно. Ань, ты можешь начинать? Да. Так, мы остановились, как я помню, на вот последний раздел, да? Да, да, да. Последняя глава. Тевкедем, Тевкедем, Тевкедемшель. Да, да. Что скажу. Атаим, Таим, Хамитин. Да. То есть, как бы, назначение мертвых клеток. 100% именно так. Вот, ну вот тут... Ну даже не назначение, если близко к тексту, если назначение было бы Иудам. А Тевкедем это в смысле роль. Ну, как бы, место, задача. Ну, Ханан Парад здесь, как все время проводит аналогии между народом Израиля и деревьями. Он даже собрался в текстах, которые, тексты из Танаха, где, говорится, сравнивают народ с деревьями. Да, да, да. С плодами, с теми, кто плоды приносит и прочее. А вторая читается к этому месту. Вот Тевемовы Китаему. Приведешь их и насадишь. Ну, насадишь, да, по-русски это ужасный звучит. Китаему, да. Насадишь вполне, насадишь. Ну, просто такой старинный немножко оборот. Ну, да. Ну, в китае старославянский такой немножко. Вот, так, значит, так. А вы на куда? Ну, сэфит, наверное, ну, сэфит. Ну, сэфит, да. Так. Кушрат. Эт хаей аец. Лахае аам. Значит, вот эта точка зрения, как бы, добавляет, добавляет или дополняет или добавляет. Кушрат, связь, наверное. Связь или связь. Которая связь. Или связь его, или чаяния, которая связь. А, дополнительная, добавочная и связывающая жизнь дерева с жизнью народа. Да. Халаким. Халаким. Шуним лаец. Шурешим вегеза. Да. Анафим. Анафим в... Элим, подожди. Алим. Листья, 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 листья. Да, да, да. Так, Парахим. Парахим в перерод. Перерод, да. Значит, разные у дерева, ну, как бы, разные части дерева. Да, дерево стоит в разных частей, да. В разных частей. Значит, корни и ствол. Правильно. Листья, листья и ветви. Правильно. Парахим, перерод. Цветы, наверное, цветы и плоды. Правильно. Так. Листья и ветви. Ма-ле-мала. Ми-еле. Листья и ветви. Ме-еле. Ме-еле. Тавкит. Мишело. Веку-лам. Мот-ним. Зу-ле-зу. Ве мекабелим. Зу-ми-зу. Значит, каждый... а каждая вот эта вот часть исполняет свою роль, и каждая добавляет к другой, и каждая принимает к другой. Ну, каждая получает и дает. Начинает и дает, да, ну, правильно, правда, друг другу дает и получает. Так, коль не тук эле-ме-але, ала или ала, ала, да? Коль не тук эле, але, 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 але-ме, ну, лист, лист, эле-ме-энаф, ми-энаф, ми-энаф, анаф, ми-геза, вэгеза ми-шарашав, еви-еле-але-эна, клея, 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 гибель. И любой отрыв листа от стебля, стебля от ствола, ствола от корня, ведет их к погибели, к уничтожению. Кихибуримлаес, ум и кор... хи-ютем, поскольку присоединение с деревом источник их жизни. Ну да, поэтому если их отделяют от дерева, то они погибают. Да, дерево, которое слегка лист падает с дерева, он желтеет и сгнивает. А на дереве у него есть возможность быть зеленым. И под подобным таким же образом у каждого индивидуума в Израиле есть у него своя роль, индивидуальная роль, собственная индивидуальная роль. А в кшур связь, и также связь его с деревом жизни, с деревом жизни народа, это источник его жизни. Да, но тут ключевое слово это ах. Ах это однако. У каждого есть своя личная жизнь. Однако, общая жизнь это присоединение к дереву. Да, ну хорошо. Ах, однако. Да. Однако. Так, говорим Баруахзу, Катав, так, ну Равкук, Равкук был род Атхия. Правильно. Значит, подобные, подобного рода слова пишет Равкук. В том же духе, точно как по-русски. В том же духе. В том же духе. Пишет Равкук в своей, значит, род Атхия. Да, да. Шехо Шефа, который считает себя, рассматривали, рассматривать себя, Шехо Шефа, как достойного, ну, наверное, да. Достойного, наверное, в отношении, ну, как Неста Сраэль, ну, общины Израиля, ну, Кулаб, всей общины Израиля. Поскольку она, как бы наследие, наследие, или удел Всевышнего. Человек, ну, Кулаб, это все. Шеколь. Вот это вот только вот то, что? Странная парная составляющая, Кшираем, вот это вот не очень понимает. У меня ощущение, а сколько, Кшираем, ну, не песни же, не песни, а Кшираем, а может быть, Кшираем. Боюдо непонятно, понимаешь, вот это как она обучает. Не очень, честно говоря, я не понимаю. А Шейпистриху, Шейпасмоке, Кшираем, Лагабэк, Кширик, Кширик, Кширик. Может, как достойного члена общины Израиля, я подумала, что это, Шей, это отдельно, а Еру, как это, как это, Рауи, Рауи, это какой-то быть каким-то достойным, достойным членом. Не знаю. Ну, ладно, надо будет додумать. Непонятно, 100% непонятно. Ну, как бы, идея понятна, но вот этого слова вообще-то тут тоже замыкаюсь, не могу, лучше права. Кширик, Кширик, Ну, хорошо, ладно, не будем останавливаться. А вот так, вот есть понятие, если к слову Кширик, это прилагательный, типа, как бы тоже, ну, пригодный, ну, как Кширик, пригодный, достойный. То есть, да, достойного члена. А что эти вот двоюда, они как-то пугают, они похожи на парное слово, как враглая. От множественного числа, а другое от прилагательного. Ну, хорошо, ладно, окей. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, тоже самое. Ну, в общем, считает, как человек, который считает себя частью народа Израиля, поскольку это он, это оно, она, оно, она наследие Всевышнего. Да. Шиколь, Махшивот, Леваво, Вэ Гиюното, Вэ Шафто, Эмуното, Вэ Районо, Иинам, Эли, Хашак, Хэшик, 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 Значит, так, все, так, Шиколь, все Махшивот, Малеваво, как бы, ну, его помыслы сердца его получают. Именно помыслы. Гиюното, это что-то типа рассуждения. Гиюното, ну, это тоже, в общем, устремление, мысли, что-то типа, а слово эгайон, смысл. Эгайон, это как-то типа рассудок, или что-то такое. Ну, да, но как бы, с одной стороны сердце, а с другой стороны разума. Рассудок, да. Шафто, Шаф, это какой-то дыхание. Шейфато, Шейфато, это все его устремления. А, шейфустремление, Еру, Эмуното, ну, как убеждение. Соперечисление, да, все его веры, вся его вера. Мнение, мнение. Ну, да, и все его, как бы, идеи, ну, то есть, как бы, идея его, ничто, Какую-то деятельную часть, эмоциональную и интеллектуальную. Так, Энам, Эль, ничто Энам. Энам, Эль, это всегда они-не, а именно они только. А, Энам, Эль, Хашак, Энам, это они, значит, они только. Да? А, Энам, они только. Эйнам, Эль. Я поняла, что ничто иное, это они как бы. Да, правильно, вот ничто иное. Ничто иное, Хашак, Хашак, Катамир, скрытые желания, или как это получается? Хашак, Катамир, что-то не помнишь, по-моему, это наоборот что-то сильное, нет? Или сильное, наоборот. Сильное. Хашак, это как страсть такая прям. да, сильное устремление, я думаю, сильная страсть. Ну, может быть, сейчас я не помню. Да. Так, Катамир, Эхат, Ша, Ихоль, Ихат, Лейкалель, 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 Эхат, Лейкалель, Куло, Боцер. Боцер, все было перечислено, правильно, и все это, не что иное, как очень сильное желание, вот опять ключевое слово, важно опять ключевое слово, ключевое слово здесь, это Лейкалель. Лейкалель, это включиться, быть включенным. Включить, включить себя всего в Боцер Хаин, но Оцер это как сокровище, сокровище жизни. Вот в эту сокровище жизни, в смысле сокровище жизни, вот это, это имеет отношение к Несет Исраэль. Общую, общую. Ну да, то есть он считает себя, человек считает себя частью большого Кнеса Исраэль, и это вот самое главное устремление всего и сперечественного. Окей, дальше. Так, так. Лейт Хасет. Да. Лейт Хасет им кэн, Далия, Далия, да, Несет Исраэль. Ну, Далия, я поняла, написано, что это какая-то типа ветвь тоже, какая-то, какая-то лоза или ветвь. Да. Лейт Хасет, это, ну, собственно, это, это, ну, послушай, мы сейчас не будем зор прямо раздирать. Лейт Хасет им кэн, Длия, Дик Несет. В общем, короче говоря, сливаться с Несетом Исраэль. Давайте не будем на этом, на этом самом, потому что это... Общая идея, как бы мы поняли. Был некто Ицхак, вошел, видимо, испугался и убежал. Ну, хорошо. Ну, мы такое место за это самое, за грабильное, как это называлось. Он вошел и убежал. Нет, может быть, просто у него интернет плохой. Так, не туда попал, может, не туда попал. Может, не туда попал, да. Акара апнимит же имену сарегим 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 раф далиот згия при... Зубодробильный текст. Не то слово. Так, Акара, это типа сознание, получается. осознание. Дутреннее осознание того, что мы все... Ну, мы все... Ну, какие-то опять части этого дерева. Сарегим это ветви. А, да, наверное, да. Ветви дерева жизни. Раф длиет большие, опять, какие-то ветки, шезгия, которые что-то не там делают. Саги прия. Саги это возвышенные плоды. Плоды, какие-то большие плоды. В общем, только будучи в дереве, ты будешь приносить большие плоды. да, да. А без дерева тебя ничего не будет. Поэтому повторяется образ народа Израиля как дерево. Шаану... Ну да, это понятно. Значит, у меня что-то получилось что-то такое, что коль и все это, что мы, мы как бы ничто это, ничто иное, или это все, шаану ютер, мы говорим, когда мы только, когда мы только в теле... Чем больше, тем больше, чем больше, тем больше. А, вот так, ютер, чем больше мы в этом теле. Ну, в том смысле, что обовлеченные, то есть мы внутри тела этого дерева. Да. Чем больше мы в Гнездесской строили, включены. И нехаим это Ахаим, тем больше мы живем, и живем вот этой самой жизнью, полной жизнью. Полной, насыщенной. Айотэшлемим, полной жизнью. Да, и раноним, в смысле. И зеленеем, и зеленеем. Ну, свежий типа, но, в общем, полнокровной, насыщенной. Полнокровной, насыщенной жизнью. Бахавая, ну, хавая, видимо, бахавая, бахавая, бахавая. В настоящем и, видимо, будущем. В настоящем и будущем. А чем больше ты являешься частью общего, тем сильнее ты чувствуешь свою личную жизнь. Как будто это вот дихотомия. С одной стороны, ты часть, а с другой стороны, отдельные, там, не знаю, не куст, а как он лист, а с другой стороны, часть дерева. Но он подчеркивает, что чем больше ты часть дерева, тем больше ты сам по себе лист. Ну, вот так вот. Ну, И, тави, и, и это, видимо, тот из жизни Хаим, который. И, тави, 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 тхи, тхи, тхият, аума, лэм, магоматок. И, я думаю, это вот на эту, вот эта кара, кара, самая первая. А, это осознание, она, это осознание, приносит, приносит тхият, оживление, оживление тхият, аума. Оживление по-русски не в том смысле, становится более оживлённым, более оживлённым, оживляющим, оживляющим. Оживляет на нацию, и, значит, лэмагоматок, к её цели. Ну, да, да. Ведёт её к цели, что-то такое. да. И, в авгии, тхи, тхи, ахец, 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 ше, алаф, ану, оргим. Так, оргим, ватитэн, лану, хосом, и шо, и шо, да, это тоже понятно, да. Так, и это, и вы, ах, и, она, это только, и только она. Только она. Именно она, только она. Тхи ци, тхи ци тхи ци, тхи ци тхи ци, тем более здесь дальше точно идёт продолжение и шо, это вычисление конца, то есть, грубо говоря, приход Машеха, и... Приходит к концу. Что-что? Приводит к концу, видимо, или приводит... Это стандартное вложение, лакиц это кэц, лакиц это кэц. Это означает, ну, как бы приблизить конец, в смысле, конец галута, конец страданий, начало освобождения. Конец. Хорошо. Приводит к концу, так сказать, видимо, истории там. Ну, да. Хорошо. Жалав аноргием, к которому мы стремимся... К которому мы стремимся и даёт нам хосом. И даст нам, да, хосом и шоу. Силу... Залог освобождения. Залог спасения. Дадёт нам залог освобождения. И она является залогом освобождения. То есть, ощущение себя частью общего, вот это и является залогом будущего освобождения, к которому мы так стремимся. Ну, здесь по-простому сказать, то, что мы прочитали. В конце. Так, пускай Тимофей. Нет проблем. Тимофей с нами. Да, я тут. Да? Моя очередь, да? Да, да. Хорошо. Так. Некуда, Зо, Гра, Мезовит, Мюхедит, Бедибрей, Хат, Микедим, Абхирим, Бецагаль, Халь, Бевро, Шенопаль, Бекраф. Правильно. Значит, это точка. Ну, в смысле, точка, это позиция, это идея, накуда, когда говорят, накуда, то, в смысле, точка, точка зрения. Гуара. Гуара, это подсвечивает? Ну, была освещена. Она была освещена. Да. Мезовит. Мезовит, Мюхедит. С особой точки зрения. Ну, под углом. С точки зрения. С особой точки зрения. В углом, да. В словах одного из служащих. Ну, в смысле, высокопо... Ну, так просто по-русски это звучит не очень хорошо. Высокопоставленного чинов, армейского чиновника. Высший какой-то, да. Не таким языком говорит. Имейте в виду какого-то старшего офицера или как-то вот как-то по-русски сказать. Правильно? Да. Старший церцахал от его товарищей, который пал в бою. Да, в отношении его товарищей, который пал в бою. Правильно. Векахамар беша шефад и спедло. А слега шефадло. 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 Да. Аль февро а патуа. Аптуха. Апатур, да. Патуа. И так сказал час. Ну вот СП все-то трудно перевести по-русски. Это и не оплакивание. Ну, вообще по-русски это в принципе это слово панихида. Но поскольку еврейские процессы захоронения отличаются от христианского, а христианское по-видимому заимствовало по многим своим параметрам и внешним тоже то, что происходит как бы в иудаизме, то в принципе это панихида. Что значит Эспет? Эспет есть даже место, которое называется Бейт-Эспет. То есть человека не про нас будет сказано, прежде чем его похоронить собираются все люди в некотором помещении, которое называется Бейт-Эспет. В Иерусалиме это есть Шамгар, известный Бейт-Эспет в районе Сан-Эдре. А второй в Геват-Шауле там, где само кладбище. То есть оно может быть разделено. Вот в Сан-Эдре он даже разделен. Собираются люди в такой зале. Когда все собираются в этой зале, женщины с одной стороны, мужчины с другой стороны, то служащие, которые занимаются хевракадиши, они вывозят тело закрытое, и на таких специальных носилках, только они сами руками его выкатывают. И его выставляют не на обозрение публики, но перед публикой. Здесь стоят мужчины, здесь стоят женщины, здесь лежит перед ними тело, закрытое естественно, в саванне, закрытое талитом. А за ним небольшая трибуна, на нее входят, заходят, поднимаются близкие люди, обычно это сначала члены семьи, то есть просто близкие родственники, которые говорят Кадиш, которым делают надрыв традиционный на одежде, Крия называется, не с Аллафом, а с Айном, от слова рвать, то есть как бы ведущий церемонию, он делает именно ножом, или там бритвы, надрез на одежде. ну вот, а потом про то, что мы говорим, потом могут подниматься и близкие люди, и вот они все говорят, называется Эспэт, то есть Эспэт, это некоторые слова, которые говорят близкие, провожая умершего родственника, либо близкого друга, и вот это вот то, что он сказал, но здесь написано Кеверпотох, почему, потому что на захоронении было в таком месте нет специального бейт Эспэт, а Эспэт проводился на самом кладбище, и поэтому как бы вырыто место, куда в конце церемонии вкладывают умершего, а вот действительно носилки с телом лежат перед открытым могилой, в данном случае, а окружающие, близкие, то есть родственники и близкие друзья, они говорят как бы последние слова прощания, ну просто по-русски слово панихида, но это как бы с христианством вообще какое-то слово не очень приятно. У тебя в советское время называлась гражданская панихида. Что что? В советское время называлась гражданская панихида такое, то есть просто не прощая, а не церковная. Никакого церковного не было, там было просто какие-то речи там или какие-то хорошие штуки. Идея вся, мы не будем останавливаться, но и я тоже как бы котон в смысле, но как бы общая идея, она понятна, что в гаудаизме считается, что вот эти времена специальные назначены, во-первых, пока человек не похоронен, это раз, а потом, когда человек похоронен, начинаются эти вот специальные семь дней как бы оплакивания, после семи дней есть тридцатый день, потом есть целый год, и это все различные этапы, ну-ка, скажем так, освобождения души от тела, и живущие помогают человеку, помогают его душе, которая считает, что она находится в дико сметенном состоянии, и ей трудно отделиться, и этот процесс мучительный для души, которая уходит из тела, для того, чтобы как бы помочь ей этому процессу, то соответственно живущие, в основном ближкие, конечно, самые близкие, близкие родственники, в данном случае друг тоже, Representative, он друг, в данном случае помогают тем, что они говорят про человека хорошие слова, то есть в душе как бы менее болезненно или смягчается когда болезненность отрыва от тела, когда душа либо человек, не знаю, скажите как вы хотите, никто же на самом деле не понимает, как это происходит, но вот идея как бы такая, что говорят хорошее о человеке, то есть грубо говоря, эстет, говорят, только хорошее. То есть это не Халила Деврей то ха-ха, упреков и все, когда говорят, ну что же вот ты сделал мне там, и все. Это такого никогда не бывает. Про любого дара человека, который, не дай бог, при жизни делал там, не знаю, какие-то нехорошие дела, все равно будут всегда говорить, находить какие-то хорошие стороны, и будут подчеркнуть хорошее, помогая душе освободиться от тела. Ну вот, возвращаясь опять к тому, что мы сговорили, все на телу, на тему сафар. Ну вот глагол, глагол это сафар, сафар, то есть, ну это вообще по-русски мне сказать, панихидовал, такое нет. В смысле, говорил прощальное слово. А, да, вот, наверное, правильнее всего сказать, наверное, говорил прощальное слово. Да, правильно, я бы он так и перевел. Говорил прощальное слово. Надгробную речь обычно. Ну опять тоже надгробную речь дико звучит, на мой взгляд. Вот прощальное слово, мне кажется, это лучше всего. Ну прощальное. Да, окей. Дальше. Акатув? Акатув, он вышел помянутый, что ли, написанный. Нет, просто Писание говорит. А, Писание говорит. Когда говорит Катув, это как бы Писание, Тора, да. Писание говорит. Ки-и-мэй-эц, и-мэй-э-ми. Да. А-ан-до-мэ-ле-эц. Правильно. Так, что дни дерева, как дни народа моего. Да, то есть дни народа похожи на одни дерева. То есть, грубо говоря, жизнь народа похожа на жизнь дерева. Окей. А-ан. Да, народ похож на дерево. Да, правильно, как и написано. Да, шнэм. Шнэгэм бнуям. Бнуим, да. Бнуим. Кээ хатива. Правильно. Органит. Правильно. Оба как бы, ну, выстроены как пол. Как единое органическое цело. Единое органическое цело. Хатива, хатива. Это как хелек, только больше. Это некоторое большое соединение. Когда говорят хатива органическое, значит, как некоторое органическое целое. Да. Улыколь. Улыколь, прад, тавкит, мюхат, дэ, хатива. Да. И у каждого, у каждой части Да. Роль особая в этом организме. Да, своя особая роль. Да. А валькше замадну. Да. Бэ шиур ботаника. Правильно. И эйн аф хелек бээц шейн ло тавкит. Да. Однако, как учили на уроке ботаники, что нет части, ни одной части дерева, у которого не было бы роли. Ну да, то есть, как бы, двойное отрицание. То есть, в принципе, у каждого есть, но вместо этого можно сказать нет, нет. Но вообще, это из двух нет получается один позитив. Как минус-минус. Окей. То есть, у каждой части дерева есть свой тавкит. Есть свое предназначение, своя роль. Да. Окей. Эрапти у вас вышальти от мурэ. Да. Ну, как бы, набрался смелости. Это рассказывает, как бы, друг погибшего, упавшего в бою. Он говорит, я набрался, как бы, смелости и спросил правильно. Грэй ламадну, шея шляец гам таим и митим. Да, вот. Ну, во сколько речь идет о мертвом, о мертвом, то вот он спрашивает на тему мертвого, да? Грэй ламадну, шея шляец гам таим митим. Ше сэй му эт Да, да, да. Ше сэй му эт Ше сэй му эт тавкитам тавкитам да. Выхоль зот нутру боец. Ну, да. Таим элэма тавкитам. Да, вот. Это очень-очень-очень важный вопрос, который он задал в свое время учителю ботаники. Да, ведь есть, ведь учили, что есть дерево также и мертвые клетки. Ну, да, то есть, про живые понятно, а какой смысл, что мертвые остаются, да? Таим прекратили, что ли? Да, прекратили свою свою деятельность, ну, как бы свою деятельность, свою роль, да. И во всем этом Нет, убыхоль зот и тем не менее И при этом остались в дереве. Правильно, и при этом остались на дереве. То есть, зачем дереву нужны мертвые клетки? Ну, да. Если они мертвы, они должны отпасть просто и все, да, чем они нужны на дереве? Дальше. Таим Эле? Ну, эти клетки в чем окрой? Да? Какая роль, какой смысл, какое значение этих клеток? Или даже матовки да, в смысле, что они делают? Какая у них роль, да? Сказать проще какая у них роль, да? Веаз? Веаз Ишифли Амуре Да. Маор Да. Да, Маор по ним. Ну, да. И тогда ответил мне учителю с просветленным лицом, да, словно. То есть, как бы с просветленным лицом вот по-русски надо. Да, да, да. Гамлетаем Эле Ештавкит. Да. Также и в этих клеток есть роль. Есть своя роль, правильно. Какая? Гэм Мэв Шарим Эле Эт Лесков Эт Комато Клифей Мэлэ 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 Мэлэ, да. Мало. Они делают возможным для дерева Лесков. Лесков Комато выпрямится, выпрямится, ну, дословно выпрямится. Распрямится. Ну, то есть, как непонятно. То есть, это из ботаники, на самом деле. Ну, как образ, красиво, но как бы не очень понятно, чему мертвые клетки, они помогают распрямиться. Может, вам понятно? Я не очень понял этот ответ. Ну, то есть, он красивый, но как это происходит, непонятно. Ну, я понимаю, что они просто, нет, они просто, ну, как бы, они поддерживают ствол, то есть, они отмирают, но они остаются... Образ, я че говорю, образ очень красивый, с точки зрения ботаники, каким образом мертвые клетки помогают дереву выпрямиться? Ну, наверное, я не знаю, наверное. Держится, но держится. Может, не служит пищей для живых. Может быть, да, да, наверное, да, наверное, да. Наверное, да. Окей. Да, в общем, они позволяют выпрямиться вверх. Да, да. Вакан, у Сиф, нафакет, да, у Демот, Демоот, Бейна. Слезы, слезы, Демоот, да. Здесь добавляет вот этот военный офицер со слезами на глазах. Сто процентов правильно, да. Ахи, в рай, Ахай, в рай. Ахай, в рай. Это такое, такое, стандартное брат и близкие, что ли, как-то. Ну, в смысле, мой брат и мой близкий. Смотри, по-русски так не очень говорят, говорят, дорогие мои друзья. типа этого. Вот, на иврите это Ахай, в рай, Ахай, в рай. Это слова из Таирива, на самом деле, да. Ахай, в рай, Ахай, в рай. Ахай, в рай. Ословно, мои братья, мои близкие. Ну, по-русски, это что-то типа дорогие мои. что-то типа этого. Мои дорогие близкие, которые упали в бою. А не, ты правильно сказал. Ты правильно сказал, Салихан. Ахивы, и он обращается к брату. Брат мой и друг мой, да. Да. Который упал в бою. Да. Который, да, Ахай, нафаль, который ты упал в бою. Ты, который упал в бою. Ты, который погиб в бою, да. Да. И имя. И с тобой. То есть ты по-моему, а ты как? Или с тобой, и ты как? Все, кто, Мекачеши, те, которые освящали, освятили имя его, да, выходят в дорогу. Во всех поколениях. Правильно. Мемы кедам в ад айом. Правильно. От дней прежних и до сегодня. Раз древности до наших дней, да. Кольхем. Да. Тартем. Да, правильно. Нотар там иману, хехелик, органи, бэгу, Видите, потому что можно было прочитать амэйну, например, наш народ, да. А здесь иману, это означает с нами, поэтому поставлена точка, чтобы правильно прочитать. Когда бывает возможность неоднозначного прочтения, поскольку текст неогласованный, то можно и так, и так. Но чтобы человек не ломал голову, то если есть возможность, то грамматически обозначают просто, чтобы было понятно. Поэтому здесь иману. Вы все остались с нами. Да, остались с нами. Вы позволяете нам идти дальше, выпрямляться. Вот этот образ. Как часть органического тела нации. «Быгуфа ума», да. «Быгуфа ума», это важно. Ну да, в цели нации. Хроническая часть, да, бытье народного тела, дословно. Вы даёте нам возможность выпрямиться, выпрямить наш рост и продолжать цвести выше и выше. Выше и выше. Всё совершенно правильно. Расти, да. Да, такое замечание, ну, как бы короткое, действительно, действительно, всегда поражает, откуда у людей, скажем так, религиозных, не всегда есть сила, когда, не дай бог, кто-то из близких погибает, но особенно сейчас в Газе почти 700 солдат погибло. И всегда, как бы, поражает, как люди религиозные, ну, поскольку, как бы, ортодоксов очень мало вообще в армии, служит, хотя есть несколько полков и всё-то, в основном, конечно, это, видимо, вязаный кип. И ты видишь, как люди, они к боли и страданию, которые есть от гибели близкого человека, примешивается что-то, вот это то, что я сейчас хотел сказать, что-то, что может быть только у человека религиозного, у которого есть вера. То есть у него не просто скорбь и оплакивание, как это, ну, как бы у нормального человека, а к этому добавляется ещё что-то, какая-то некоторая радость. И вот эта вот радость, радость, она вот именно от этого. Радость от того, что человек, он выполнил свою роль и более того, вера в то, что в каком-то смысле он не отдельный, частный человек, который погиб, и всё. Да, и о нём осталась там память, его вклад, и всё. А он, в каком-то смысле, он остался частью нас, частью тех, кто продолжает жить. И поэтому они говорят, что да, это потеря, но, и дальше, вот это вот, это, как сказать, что здесь написано, это очень сильно чувствуется, это реальная вещь. Дальше. Убэша. Так, я бы передал, наверное. Ну, хорошо, да. У нас осталось. А, ну, что-то осталось. А, ну, начитываем, да. Да. Убэша. слова. Отозвали сэхом в моих ушах. Правильно. Древние слова. древние слова. Правильно. твемо. вся статья, она идет под вот этим лозунгом. бэгэмта бэллиби твила. Ну, амта, это значит, да, ну, в общем, сердце у меня прозвучало, или что-то вот типа этого, да? Молитва, да. Да, молитва. Твемо витит амо. Твемо витит аемо. Линто, линто, это сажать. Тит аемо, это насадить. Да. Бэгар нахалтеха. Бэгар нахалтеха. Да, приведу и насажу на горе наследство, наследие твоего. Правильно. На дело твоего, на дело. Правильно. Рибаноши Алам. Да. Владыка мира. Это шер яшну, вэто шер эйнену. Это шер яшно. Это шер яшно, вэто шер эйнену, по иману айом. Ну да, это важно. Это шер яшно. Но это, по-видимому, это те, которые сейчас с нами, и те, с нами, да. Да, и те, которых нет с нами. У нас нету. Да, эти вот умершие клетки, правильно? То есть люди, которые ушли. Но мы все вместе. Вся идея в том, что это некоторая общая, такая очень красивая статья, действительно. Общий образ такой, что эти мертвые клетки, либо погибшие, погибшие за народ, они не уходят, а они остаются внутри народа. И поэтому, как с деревом, как же балюзия такая же. Дерево продолжает расти, расцветать, и пятое, десятое. вот от этого, тиваему, титаяему, да, а в этом дереве, дереве, те, которые сейчас, то есть живые, и те, которые ушли, но они, но мы все вместе, вот мы одно это дерево. Как бы такой образ. Эташель ешно, вееташер эйнену, по имануайю. Те, которые сейчас, да, ешно, которые есть, но еш в смысле от слова еш, есть, еш нам. Вееташер эйнену, по имануайю. И те, которых нет сейчас здесь с нами. сегодня. Эт? Эт Кулям, Эт Кулям. Ну да, всех-всех. 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 Окей, хорошо. Мы добили эту статью очень красивую, очень интересную, очень важную и тоже очень актуальную сейчас тоже. Значит, секундочку, я хочу только посмотреть. У нас следующая, значит, какая? Сейчас меня красавица там спрашивала. А, да, ИТРО. Сейчас я найду ИТРО. Сейчас полсекунды, я только найду ИТРО. сейчас-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё-сё- новая статья, которая называется к недельному разделу ИТРО. ИТРО – это дарование Торы, Синайское откровение и так дальше. По имени ИТРО. Нет, не тесть, а как это называется? Да, тесть. Правильно, тесть. Отец жены. Да-да-да. Ну, хорошо. Арслан по видео. Правильно я понимаю? Да-да-да. Арслан, ты с нами? Да-да, я здесь. Давай. СГУЛА. СГУЛА, да, правильно. Ну, это типа... СМОРИТ, СГУЛА, СГУЛА. Это понятно, что это от слова избранный народ. Это может быть избранность. Вообще-то потрясающее слово, оно всегда замораживает. Почему-то оно такое же, как однокоренное со словом СГУЛЬ ФИОЛЕЖИ. Почему, не знаю. Потому что это драгоценный. А, когда ты мне объяснял, ты объяснял, по-моему, да-да-да-да-да-да-да. С другой стороны, я не думаю, что здесь смысл, мы дальше поймем более правильно, какой смысл названия этой статьи. Но вообще, по-русски еще иногда в определенном контексте переводят как амулет. СГУЛА это только амулет. Это что-то ценное, драгоценное. Да, тут все статьи об этом и речь идет. Да, это Ам-СигУЛА в смысле избранный народ или драгоценный народ. Избранный, то в смысле, что он у меня драгоценный, он у меня любимый, поэтому я его избрал, и поэтому он называется Ам-СигУЛА. Окей. Но с другой стороны, другой смысл. Почему? Потому что на иврите став, то есть команда, называется сегин. Поэтому с другой стороны, еще Ам-СигУЛА это народ, который приспособлен для того, чтобы выполнить определенную возложенную на него цель. Вот такой двойной смысл, да? Почему? Потому что, когда спрашивают человека, а он способен вообще выполнить? Там вот какая-то летучка называется, да? И человеку говорят, говорят, слушай, вот там у нас Шлома будет ответственным там за такой-то участок, такую речь. Тогда, значит, народ спрашивает, а ум и сугайла с отеце? Он вообще способен это сделать, да? Вот это тоже от этого же слова сегула. Но в данном случае это сегула, это действительно сокровище. Окей. Ну хорошо, дальше есть цитаты из писания, из книги Шмот, да? Вот тут девятнадцатая глава. Пятой-шестой стихи. Ну хорошо, прочитай и как бы переведем. Да, давайте переведем. Это очень, ну, все как бы известно, но это просто летучие фразы, да? Какое требование, какое требование, то есть из некоторых условий. Если вы будете делать так-то, то я вам сделаю так. Если вы будете делать так-то, то вы у меня будете делать так-то. Это вот некоторое такое соглашение. Так что требуется? В.А.Т.М. Ты, если послушаешь голоса моего, и будешь хранить завет мой. Ну, хранить, соблюдать, да, завет мой, правильно. И будете моей драгоценностью. Да, будете драгоценностью, избранностью. Из всех народов. Потому что моя вся земля. Да, вот это тоже интересно. Потому что, да, потому что Кили Коля Арт. Это тоже интересно. А зачем вот это вот добавление Кили Коля Арт? Ну, наверное, это человек. Как будто, как будто, как человек, да? У которого есть шкатулка с бриллиантами. Это вся земля, в смысле, ему все принадлежит. Поскольку ему все принадлежит, то он может какую-то часть сказать, из этого всего, вы самые крутые. То есть вы самые выделенные. Но эта выделенность, из-за чего? Она по условию. Если вы будете соблюдать мой завет. Если вы будете соблюдать мой завет, поскольку мне принадлежит все, то я из этого всего вас выбираю. Окей? Дальше. Веатем. Веатем тих юли мамлехет коаним вегой кадош. Правильно. И вы будете мне царственным священством и народом святым. Царственным священником, народом святым. Да, это известно. Мамлехет коаним вегой кадош. Правильно. Мамлехет – это царство. Правильно. От слова «мелуха», от слова «малаха», от слова «мелых» и так дальше. Все, что связано со словом царь, царствование, царство и так дальше. Вегой кадош. Гой в данном случае понятно, что это тоже приводит как примет, что в те поколения, когда евреи жили в России, то слово «гой», которое в Писании – это слово, которое народы. То есть оно не несет отрицательного оттенка. А когда евреи жили в диаспоре, то каким-то макаром это слово приобрело в виде какого-то противобакцины, против окружающих народов, которые доставали евреев. Соответственно, евреи их называли как бы «горь». И это вошло как бы в такое презрительное слово. Хотя опять всегда подчеркивается, что изначально в Писании это слово несет просто перевод народа. Тем более здесь это вообще говорится «гой кадош». Именно тот самый, который Сигула. То есть никакого отрицательного нет, а наоборот исключительно положительное. Дальше. «Эле». «Эле тедабер». «Эле адварим». «Эльбне Исраэль». Это слова, которые ты скажешь… «Народ Израиля». Да, «Народ Израиля». Вот это цитата, которая сейчас… Но она как бы ключевая, и она будет обсуждаться. Хорошо, читаем дальше. «Эреф мето». «Эреф матан тура». «Эреф матан тура». «Зохе». Правильно. «Им Исраэль». Нет, «Ам Исраэль». Стандартно. «Ам Исраэль». «Народ Израиля». «Израэль». «Ля Агдара». «Ля Агдара». «Ля Агдара». «Определение». «Мофела». «Мофела». «Удивительному определению». «Эреф» всегда – это некоторое служебное слово. «Эреф» – это то, что по-русски переводится «накануне». То есть, например, «Эреф Шаббат» – это «накануне Шаббата». «Эреф Йом-Кипур» – это «накануне, например, войны в Йом-Кипур». Поскольку здесь написано «Эреф матан тура», означает, что «накануне дарование Торы» напоминает народ… Ну нет, «Зохеу» достаивается. «Лискот». «Достаивается народ Израиля». «Удивительному определению». «Удивительному определению». «Да». «И будете мне драгоценностью из всех народов». «Да, и будете мне сокровищем из всех народов». «Или, как принято говорить, как принято, будете мне избранными из всех народов». Это тоже может быть такой смысл. Окей. «Ахма, тива, шель, сегула, зо». «Сто процентов». «Но в чем…» «Но в чем тива». «Тива, но в чем природа? В чем смысл?» «Тив» – это как бы смысл, природа. В чем смысл этой выделенности? В чем смысл? Ну, можно сказать, этой выделенности, да. «Ума», «Еуда» – это ее предназначение. «Иуд» – это предназначение, правильно? Кстати говоря, наверное, это не слишком далеко от «пшата». «Иуд» – от слова «иуди». «Иуди» – это тот, у которого есть «иуд». Вот как бы это вот даже не «машаль», а такой «пшат». «Иуди» – тот, у которого есть «иуд». Точно так же, как говорят «еври». Знаете, да, «еври» – это тоже известная вещь. Почему есть «иудеи», есть «еври»? Одно и то же самое. Два слова, обозначающие «еврея». Почему «еври» называется «еври»? Ну, потому что, как первый «еврей» Авраам, «шеавар», «шеавар» – «не лица тшени». То есть он перешел в каком-то смысле на другую сторону. То есть он оставил, когда было бы сказано «Лех-Леха», он оставил, оставил поклонство, оставил своего отца, Атераха и так дальше. Он ушел и пошел в каком-то смысле, перешел. Перешел, но это и Рубикон. Поэтому говорят, что в каком-то смысле всегда «евреи» от слова «ла-авор». Они все время находятся в каком-то смысле по другую сторону от всех остальных. Они перешли для того, чтобы идти куда-то и выполнять свое предназначение. Но в данном случае вот это вот другая игра. «Еуди» и «иут». Подожди, в «Егуди» там есть «эй», подожди. Подожди, но. А с коленой буты, подожди. Не придирайся. Понятно, для того, чтобы была игра, тебе надо как-то закруглить эти самые «дематрия», то и все уж не совсем так просто. Понятно? Но слышится, похоже, окей, поэтому есть такая. Ну хорошо. «Еуда» – это от слова «иуд», и «гэй» на конце – это «иё». «Иё» – в смысле «сабула». Правильно? И в чем смысл, в чем предназначение этой избранности? Дальше. Раши. Раши. Раши в твоем комментарии. Просто в своем комментарии к Торе. Торе пишет. Пишет. Как переводится «Раши»? Это «Раши» – это и вот, правильно? Раб шломо ицхаки. Да, раб шломо ицхаки. Раб шломо ицхаки – это по первым словам. Раби шломо ицхаки. Правильно, дальше. Так что он пишет? Сегула. Да. Оцар. 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 Таковище. Хавив. Хавив, правильно. Кемо у сегула малахим. Сегула к малахим. Правильно. Как написано в Каэле. Ну вот, опять же, разбираем. Поскольку мы сказали, что у слова сегула есть различные, как бы, пересекающиеся, дополняющиеся, тем не менее, различные смыслы. Поэтому Раша выбирает какой-то один смысл, который, кажется, ему главным. И в данном случае это идет выделенность, в смысле, в смысле, отца. Он говорит, что это некоторое сокровище, которое хавит, которое мне приятно. Человека, у женщины, я не знаю, или человека, или богатого человека, те, которые шкатулка. В этой шкатулке у него лежат драгоценные камни. Я не знаю, сейчас это вообще существует у людей, но, предположим, да, существует драгоценные камни, бриллианты и все. Вот это у него есть его сокровище, которое хавит, которое ему приятно. Кстати, от слова хавит, арабское слово хабиби, правильно? Это просто совершенно два параллельных корня, однокоренных, значит, родственные из Никиты. Да, приятен. Это приятен. Хабиби, и поэтому в иврите, ну, такой, типа, даже не сленг уже, а просто нормальное слово. Ну, это хабиби. Хабиби – это приятель, дружок, потому что Павлович дружил дружок. Да, и еще это добавляют, как бы, с арабским «я», говорят, «я хабиби», «я хабиби». Вот «я хабиби», по-видимому, это, в общем, это то, что говорится по-арабски, а именно, там, «привет, дружок», «привет, приятель», или «я хабиби». Вот это хабиби, да. И очень распространенная фамилия у евреев, выходцев из Магрита, из арабских стран тоже. Хабиби, хабиб, различные, как бы, формы этого слова. На этом случае написано «о цар хабиб», то есть сокровище приятное, выделенное. Это вот называется «сабулат», «кмо», как сказано в книге Каэле. Это «сабулатам лахим», ну, знаешь, сокровище, сокровище царей, что-то типа этого, да. Окей, дальше «кликар», «кликар в аваним», «аваним», «то вот», да. Надо запомнить, это не, как бы, стандартно, но это надо запомнить. «Эвен» по каким-то соображениям женского рода. Поэтому «эвен», а как проверяется, какой род, это всегда во множественном числе. Поэтому «аваним», не «аваним», не «товим», а обязательно «тово». Да? А, кстати, кто может привести обратный пример? Что значит «обратный»? Вы видите, здесь получается наоборот. «Ютмэм» – это множественное число мужского рода, правильно? А, как бы, сочетающееся с ним прилагательное получается женского рода. Вот такое странное слово во множественном числе. Видите, да, наоборот получается. А кто может привести пример обратный? У меня было в голове, ты видите, вот. А кто может привести пример обратный? Да, да. Какой пример обратный? Как сказать на иврите «холодные ночи»? «Лейлот карим» получается. Правильно, «лейлот карим». Ни в коем случае, если вы скажете «лейлот карот», ну, ваш собеседник поморщится, потому что это режет слух, и это означает, что человек не в теме. Так невозможно сказать, просто язык не поворачивается. Окей? И то же самое, как «аваним ту от», «аваним ту вим», если человек так говорит, значит, как бы он себя уже убил в глазах своего собеседника. Понятно, что нормальный человек, кстати, не может, потому что просто язык не поворачивается. Хотя по логике, конечно, непонятно, к чему. К чему эвен женского, к чему камень женского рода. Ничего непонятно. Ну, вот. Слово, огонь, эш, эш женского рода. Да, да, нет, много, слушай, это что. Это всегда проверяют людей, начинают есть кисе, кисаот, шурхан, длатот. Их, на самом деле, много таких слов. Ну, вот, выделены, например, «аваним», да. Хорошо. Ну, хорошо, «клейка». Знаете, есть комментарий такой, который называется «клейка». Вылетел из головы, посмотрите. Не знаю, а кто это. «Эфраим», «Эфраим». Какой-то богослов его назывался по имени. «Лучиноч». Вылетел у меня из головы, посмотрите. К стыду своему забыл. Ну, можно тут же в «талдоте» посмотреть на «талдоте», что такое «клейка». Драгоценные, драгоценные… Да, «клейка», «клейка» – это драгоценный сосуд, дословно. «Клейка». И драгоценные камни. Правильно. «Шигамилахим», «гонзимутам», «которые цари», «гонзим». Ну, вот смотри, «гонзим» – такое слово, которое по-русски, может быть, можно придумать. Это «складывать», но «складывать в сокровищницу». То есть «викно». Ну, сберегает, сберегает, охраняет, сберегает. Ну, да, типа «сберкнижки», правильно. Это типа «сберкнижки», правильно. «Человек сберегает». А «сберегает», правильно. Это не просто «положить», а это именно на сохранность какую-то дорогую вещь. И от этого слова «гениза», например. Или «гонуз», это «скрытый смысл». Это что-то, что является закрытым от глаз. Но тот, кто это закрыл, он не просто выбросил это, а он это сделал так, чтобы другие этого не видели. Чтобы видел только он. Сохранность. Сохранность тоже от этого, наверное, да? Да, 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 конечно. «Гениза» и все, ну, вот там «египетская гениза» и «пятая, десятая». Это известно, да? Окей, «ках». Нет, «тию» просто. Так, вы пуйте мне. «Тихюли, тихюли, сегула, мешеэ, ха, аумот». Так, так, слушай. Секунду. Может, школа какая-то? Нет, есть школа с каким-то, кубок? Да, вот я пока пишу, «клиекар» — это «раби Юда Лива». Написано «раби Юда Лива Барды Цалэль». А, это «мораль». Да, странно. А, не-не-не-не, слегка, слегка, чуть не то. Вот. «Раби Юда Лунчиц». Да, вот «Лунчиц», правильно. Это то, что у меня было в голове. Да, в польском городе Лунчице. Это «клиекар», да. Окей. Так, ну, хорошо. Арслан, ты с нами? Нету, Наташу, кто-то его позвонил. Ну, неважно, тогда... Да-да, я здесь. А, да-да-да-да, ну, замечательно, все хорошо. Значит, дальше. «Кахатэмти юли сгула мишара умот». Так вы будете у меня сгула мишара умот, в отличие от других народов. Грубо говоря, это что-то такое, что такое «ам сгула». Это то, что по-русски переводится простым словом «избранный». Да, но он объясняет, что это в данном случае «избранный». В смысле, что... Нет, в смысле, что я тебя избрал, вот ты будешь первым, Вася. А это какое-то более такое образное. Это связано с сокровищем, которое хранят отдельно в отдельном месте. И вот это вот смысл слова «сгула». Окей? Дальше. «Элле шэ... Шэ... Ани мук? Элле шэ... Ани мук? Элле...» Мы говорили всегда, слово «элле» никогда не говорит «эй». Тогда это... Элла – это «те». Элла – эмма дворимы. Вот они, эти слова. А когда два «аллафа», то это «элле». Элле всегда «но». Это всегда отрицает предыдущее. То есть, и «элле» – это всегда противопоставляет все то, что было до слова «элле». Однако... Поэтому по-русски лучше всего перевести словом «однако». 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 Немук. Немук – это аргументация, утверждение. Немукин. Во-первых, когда ведет суд, то там есть такой шлаф в стадии, когда говорится, какие есть немукин. То есть, например, там прокуратура должна выставить свои немукин. То есть, свою аргументацию, свои доводы, почему этот человек виноват. А те, кто его защищают, у них свои немукин. Правильно? А адвокат представляет свои немукин утверждение, почему человек не виноват. Поэтому здесь говорится... Поэтому здесь говорится... «Вы будете ан-сигула», а дальше написано «потому что». «Вы будете ан-сигула», а дальше начинается немук. Начинается как бы... На чем это основано? Это основано на том, что у меня вся земля. И это действительно непонятно. Это как будто человек говорит, вот у меня это ожерелье, оно будет самое ценное. Почему? Потому что все ожерелье, они все мои. Ну, как бы не очень... Это как бы по смыслу не очень понятно. Зачем? 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 Не просто должно быть дополнение. А это не просто дополнение. А это дополнение в качестве немука. В качестве как бы опорной точки, в качестве утверждения. Это же анимукши бипи ашем. Ну, вот это вот утверждение, которое как бы в устах Всевышнего. Идбарах. Святый имя его, или будет он свят. Лабхирата амсигула. Для избранности народа, сокровища или народа... Давтология получается. Народа вот этого сокровищницы. Какой этот немук. Кили коля арц. Потому что мне вся земля дальше. Нир а. Нир а. Лихура. 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 Мазер. Мазер мазер. Кажется несколько странным. Скажется, лихура, это как будто. Кажется, как будто мазер мазер. Кажется немного странным. Говорит вообще вот этот немук для избранности. О том, что мне вся земля. Это представляется странным. Почему странно? Дальше. Более того, что более того, если Всевышнему земля и все ее наполнение, более того, мало того, что это непонятно, более того даже еще более непонятно, к чему? Потому что если Всевышнему принадлежит земля и все ее наполнение, дальше, и все создания, и все народы, Мааса Ядаф, творение рук его, Мадуа Аллаф, Либхор, Келиль, Клаль, Клаль, зачем вообще необходимо выбирать какой-то избранный народ? То есть говорить, что мало того, что это непонятно, как в качестве немука, в качестве основы для утверждения, что вы будете мне избранным народом. Более того, мало того, что это непонятно, даже более того, это выглядит странно. Если мне все, если мне все, то зачем тогда я должен кого-то выбирать? Если бы было сказано, они мне все не принадлежат, у меня только вы. Вот, тогда понятно. Человек выбирает возлюбленную, да, и говорит, акция Гула, я избираю только тебя. Он же не говорит, мне принадлежат все женщины, поэтому ты самая хорошая. Выглядит абсурдом. Если тебя все, что ты меня тогда выбираешь? Ты откажись от них и выбери меня, тогда понятно. Поэтому это как бы по простому смыслу непонятно. Если ему вся земля, то почему один должен быть выделен? Если тебе все, значит, у тебя все непонятно. Это надо как-то объяснить. Этим мы будем заниматься, значит, в продолжении этой статьи. Дальше. Ну куда? Зул. Давайте я передам, наверное, Аню. Нет проблем. Ань? Да. Так, сейчас. Понятен как бы вопрос, вот как я себе представляю, вот этот вот постановку вопроса. Зачем? Что мы вообще дальше будем разбирать? Непонятно, вот этот вот конец, конец вот этого утверждения, он непонятен. Дальше. Ланакудазу, не драш, не драш, а раши. Да, раши. Бэмших дворах. Бэмшех, бэмшех. С этой точки зрения, ну как бы подходит, объясняет, комментирует раши продолжение своих речей, своих слов. Да. Чувато, сейчас скажу, нехрец. Нехрец, да. Ну как бы решительно однозначно, да. Бута это грубая, бутэ это грубая. То есть он резко отвечает. Я думаю, его звучит как бы грубо. Ну да, звучит грубо и резковато, резковато. По-русски вот это не говорит. Отрезал, грубо отрезал. Да. Алло. Алло. Таамру. Лотамру. Да. Вэллутамру. Отэм. Левадхэм. Шэли. Вээнли. Ахарим. Ахарим. Имахэм. Имахэм. Да, переведи вот это. И не говорите. Да, чтобы вы не сказали. Чтобы вы не сказали. Вы у меня единственные, и нет у меня больше никого с вами. Да, понимаете, понимаете как бы смысл, что Раша говорит. Если, если у меня что-то единственное, да. Вот у меня единственное, да. У меня жена. Я говорю, я люблю. У меня только жена. Он говорит, ну понятно, что у тебя только жена. У тебя же нет других женщин. Ну понятно, что ты ее любишь больше других. У тебя одна жена. Если тебе, например, человек как гарем, то он говорит, вот это у меня избранная. А, это понятно. У него целый гарем, а вот это лучше всех. То есть для того, чтобы кто-то был выделенный, он должен быть в сообщности с кем-то. Тогда он может быть выделен. А если он один, один не может быть выделен. Правильно? Поэтому вот Раша идет по этому. Он говорит, чтобы вы не сказали. Вы не сказали. Вы-то как бы не сознавайтесь, не говорите, что вообще одни, никаких других нет. Это не так. Дальше. Ума. 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 Ума еш ли от. Шате. Хиват хэм. Никерат, да. Никерат. И что есть у меня еще? Ну как бы такое же избранное. Чтобы... Любимая, любимая. Никерат как бы заметная. Никерат, чтобы моя симпатия к вам была подчеркнута, выделена. Для того, чтобы вы видели, опять, ну вот это плохой как бы пример, да, некрасивый, но мне кажется, он донцует. Человек есть гарем, предположим, да? Ну подожди, там дальше будет про гарем. А, да, будет. Ну вот это, наверное, я знаю. Не занимайся этим. Да, окей. Они все в глазах моих как вообще ничто. Вем, бейнай. Да. Кили, коля, арец. Вем, бейнай. Вэлэфанай лэклум. Вем, бейнай, вэлэфанай. Я думаю, бейнай вэлэфанам лэклум. Ну вот это вот. Ну как бы они все ко мне передо мной, и для меня как... Клум это ничто. Вот откуда вот это вот ботэ? Откуда это ботэ? Откуда видно, что оно резко грубо и сказано? Потому что их вообще они ничто. Ну да, вот это вот ботэ. Вы и страны, а они вообще нужны. То есть мне все народы и нафиг не нужны. Мне только вы нужны так, грубо говоря. Вот это вот, вот раши, вот это вот и есть ботэ, да? Да, окей. Да, ну хорошо. Ну хорошо. Деврей раши. Деврей раши элиэйнам махмаим. Не, махмей им. Махмей им. Деврей раши элиэйнам махмей им. Кэмуван. Да. Лэамот аулах. Лэамот аулах. Слова эти раши. Эти не как бы не льстят. Ну правильно, именно. Не льстят для народа мира. Нелесные, не льстят по отношению к народу мира. То есть ну не льстят для народа мира. Вегдэйш, лэавіно тем. Вот там. Вот там. Аль. Бурай. Буриям. Буриям. То есть ну понять их смысл. Аль бурийо. Это в смысле. Ну понять основу этих вещей. Понять смысл. Почему он так говорит. Ава. 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 Нам хиш. Да. Нам хиш. Мэма абэ. Машаль. Да. Имами. Имами. Не, а мамми народ. Давайте проиллюстрировать. Чтобы их понять. Он приводит. Ну приводит пример. Ава нам хиш. Давайте проиллюстрируем. Давайте сделаем это более выкуплой. Да. Мэхиш от слова лохуш. Чувствовать. Для того, чтобы это сделать более понятно. Более прочувственно. Давайте приведем вот такую народную пословицу, поговорку, образ, как угодно. Так. Машаль лэиш мискин. Мискин. Шэхи. А, вот откуда женщина. Я помню, что не это. Ну да, вот. Машаль лэиш мискин. Да, это отличный. Сейчас будет пример. Шэхи зарлэ ша фахарэй на шим работ. Ну да. Значит, пример с человеком бедным. Бедным, несчастным. Ну, какого несчастного. Шлемазала, да. Шлемазала. Неудачный. Который ухаживал на, как бы, ну, тщетно. Напрасно. Напрасно. Он ухаживал за многими женщинами. Ну да. То есть сейчас он пытался, значит, как бы вообще. Посватываться. Да, скажем, посватываться. Адши немцы. Адши маца. 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 Да, маца. 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 Иша. Алува. Комото. Комото. Замечательно. Он не нашел такую же несчастную женщину. Ну да. То есть он такой вообще второсортный. Ну вот он нашел хоть второсортную. Ах. Ле умато. Ах. Адши. Ах. Ше. 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 Але. Ле. Ита. Ита. Итпаэра. Да. Ну он начал выкендриваться. Айши Бахарба Амиколь Аванот. Аванот. Аванот, да. Аванот. Что он начал хвастаться тем, что он выбрал ее из всех женщин. Ну да, ты же начал говорить. Ты видишь, какой я крутой? Я тебя-то выбрал вообще от всех. Она, естественно, что она ему говорит. Ше. Ва. Ле. Ше. 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 Отвечаете ему как бы скромно, скромно. Ше. 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 В Ломато. И прекрасный видом, что все женщины желали... Ну да, все женщины его желали, понятное дело. Мечтали по нему, обмирали по нему. Фантазируют. Агу, Бахар, Мехулан. Микулан, да. Микулан, Бехат, Белеван. А он выбирает из них только вот одну единственную. Да, но он из всех. То есть его все хотят, в отличие от того, которого никто не хотел. А этого все хотят. Вот он выбирает одну. Вот тогда его выбор, он действительно значимый. Дальше. Ло наэ, ломэр, кэш-кэш-лому, бэш-лому, да. Как, например, как вот Калануэ Ломар, как подобает сказать... Ло наэ, ло. Ему, ему, ему. Ему, да. Ему подобает сказать, как сказать. Ему подобает сказать, потому что у него-то был выбор. Они все хотели. А того-то никто не хотел. Чего, какая особая радость в том, что он кого-то выбрал. Какая в этом значимость. Никто не хотел. Ну, так он второсортный. Ну, так он и взял второсортный. Как бы разумно, по законам рынка. Рыночное это самое, да. А здесь другая ситуация. Вот ему, да. Ему подобает сказать то, как говорил. Как сказал, что он сказал. Цариц, правильно. 60 цариц, да. 80 наложниц. 80 наложниц. И еще девушек без числа. О, вот как раз Гарем. О, вот если он тут выбирает одну. Если с чего выбирает. В смысле есть, в смысле. О, она действительно крутая. Что там сколько соперниц было? А Валь? А Валь? А Валь? А Валь, Хат, Хи, Йонати. Томати. Томати, а ты, однако, ты у меня, голубка чистая. Или что-то такое. И Йонати-то, мати, да. Но одна ты моя, голубка. Ты у меня чистая, чистая голубка, да. Да, да, да. Когда он говорит, ты одна. Почему одна? Потому что их вот 60 и 80. Когда он говорит, что ты одна. Понятно, что из всего этой выборки, когда она одна, то это выбор очень почетный. А если это один на один, а никто его не хочет, так о чем говорить тогда? Вот это вот такое красивое объяснение. Это все объяснение на тему великолярс. Вот это вот. Келиколярс. Ликолярс – это вот то, что он мог говорить шишим, шмоним и так дальше. Окей, дальше. Так, давай Тимофей, кусочек, ему надо, мы потом закончим как раз. Так, по мнению Раши, говорим, что во всем Раэде… Как будто говорят, как будто говорит, кто говорит, Исраэль? Да. Ну, и так, кто говорит, Исраэль, в смысле, народ Израэля, рибуна шерулам, владыки мира. Мадуа – это митпаэр, ше бахарта, бану миколь аэм ним, лейот леха леам скула, вихи гайта леха бера. Ну, немножко такой дерзкий договор, но предположим, что могли бы так сказать, да? Как они могли бы сказать? Мадуа – митпаэр. Почему ты, митпаэр, это, притворяешься? По отношению к владыке мира так неудобно сказать, но вообще, по отношению к людям, это типа того, что… Что ты так выпендриваешься, митпаэр от слова украшаешь себя. Что ты так украшаешь, или там, что ты говоришь, что ты выбрал нас из всех, миколями, из всех народов, да? Дальше. Лейот леха ам скула. Быть тебе… Быть для тебя избранным народом. Да. Как будто у тебя был выбор. А что у тебя был выбор? Такой вопрос, как будто приходят и говорят, ну, а что, о чем вообще разговор? Что ты так, как будто это самое, говоришь, что ты нас выбрал. А у тебя был кто выбор, у тебя что, был другой выбор? Мы такие крутые ребята, что других вообще и не было. Понятно, что ты нас выбрал. Что-то такого. А на что он… Тогда на это какой ответ? Вальках Машиф Рибон Ауламин. Да. И на это отвечает господин Миров. Да. Таут Беятхэм. Таут Беятхэм. Ну, это такое выражение. Ошибаетесь. Ну да, вообще это просто ошибать, но дословно это ошибка в ваших руках. Ну, ты правильно перевернул, ты просто ошибаешься. Это вот так вот, ошибаешься ты. Почему ошибаешься? Гайтали Эфшарут. Пхира Бехоль Ума. Шеба Хафацте. Сто процентов. Была у меня возможность выбрать любую нацию, которую бы только пожелал. Правильно. Почему? Кили Коль Аарец. Кили Коль Аарец. У меня они все. То есть у меня есть был большой выбор. Правильно. Вэафаль. Вэафаль Пи Кен. Да. Мы Агавци Этхэм. Мы Аватии. Мы Аватии Этхэм. Да. Бахавци Давка Бхэм. Легетли Збула Михоль Аамим. Правильно. Вэхоль Ахэрим. Бейней Улевней Лекрум. Бейней Улеванай Лекрум. Правильно. Лекрум. А, Лекрум. В смысле ничего. Так, даже если бы... Нет, вы Афаль Пикен. То есть я мог бы выбрать почему. Потому что я мог бы выбрать кого угодно. Потому что мне принадлежит вся земля. То есть мне принадлежат все народы. А вот это вот Афаль Пикен. Но несмотря на это. Дальше. Несмотря на это. Полюбил вас. Ме Аватии. По любви моей. Это в данном случае существительное. Ме – это от. От любви моей к вам. Ме Аватии Этхэм. Да. Бахарти. Выбрал вас. Выбрал именно вас. Давка – это именно. Да. Бахарти – Давка Бахэм. Выбрал вас. Выбрал вас. Помните, что Бахарти всегда Бе. То есть Левхор – Бе. Не Левхор – Эт. Неправильно сказать. А не Бухер – Эт. И дальше. Это тоже. Ваш собеседник поморщится. Потому что слух этого не принимает. Есть такие вот сочетания. Правильно? Левхор – это всегда Бе. Выбрать кого-то. Бе. Поэтому здесь Бахарти – Бахэм. Да. Выбрал вас. Именно вас. Быть мне народом избранным. Из всех народов. Да. И все другие в глазах моих. Ну, ничто, грубо говоря. Да. Бейнай, блефанай. Бейнай, блефанай. Бейнай, в смысле. Ну, наверное, снаружи, смотри. Типа вот этого. Но перевозимые слова – они как бы ничто. Вот интересно запомнить. И тоже это зачастую. Это приходится даже себе часто повторять. Чтобы не ошибиться. То, что вот здесь написано Бахарти-Бе. Есть такое слово Лыхокот. Лыхокот – это, может быть, по слуху – это и ждать, и копировать. Да. Кого-то. Хикуй – это поделка фальшивкой или копирование. Так вот, в речи всегда узнается, как. И это зачастую, зачастую – это место для ошибки. Потому что Лыхокот – это передразнивать кого-то, быть кого-то. А Лыхокот-Бе – это ждать кого-то. Поэтому вот это зачастую, зачастую, только-только так это можно понять. Но это как бы пример. Поэтому вот здесь тоже Бахарти-Бе. Бахарти-Бе – это всегда Бахарти-Бе-Ха. Никогда не Бахарти-Эт. Бахарти-Бахэм. Я выбрал вас. Ну вот, льет ли с игулами Коля Амину для того, чтобы быть мне избранным из всех народов. Почему? Потому что остальные, они мне ничто. Ну, как бы, идея понятна, то, что мы разобрали. Это все было на тему, почему сказано Кили Коля Арт. И вот это вполне впечатляющие примеры такого негодного мужичка, который выпендривается перед своей женой и говорит, видишь, уважай меня, я вот тебя выбрал вообще. А она ему на это говорит, а у тебя что, какой-то выбор был другой? Кто вообще за тебя хотел идти? Мне понравилось. Хорошо. Окей. Ну, хорошо, мы на этом закончим. Да. Да? Ну, по-моему, так вообще впечатляюще было, интересно. И очень такое, на высокой ноте, это льемовый титаемо, да? И вот это вот начало тоже очень интересно про Амсу была. Вообще, вот, надо сказать, что это вот тема избранности еврейского народа, это такое больное место. Раф Шеркетт не раз упоминает, что это одна из причин, как бы, как он объясняет, наверное, действительно так, причина антисемизма и нелюбви к евреям. Потому что всегда тот, который в классе, предположим, избранный ученик, да, любимчик в классе. И понятно, что к нему вообще такие бывают отношения других учеников неоднозначные. У меня больше всего этого, когда общаюсь, люди всегда говорят, а что это они считают себя избранными? Ну да, вот видите, да, 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 да. А что это они считают себя избранными? Да, правильно, правильно. У нас, допустим, у христиан, там, или мусульман, мы все одинаковые. А у них там вот есть какие-то избранные. Ну, вообще, это противоречит, как бы, что все должны быть равными. Все должны быть равные, да, все равные, все, бесседер, массы, коллективы. Что это такое, кто-то избран такой? То есть идея такая, что если кто-то избран, то это обижает всех остальных. Потому что, а почему тебя избрали, а не меня? А я что, рылом не вышел? Это как бы всегда обижает, правильно? Поэтому, ну вот интересно, что стандартный отбив, да, который я слышал, который обычно использует, что сегула – это избрание для чего-то. Точно так же, как, например, в армии всегда приводят пример. Если, например, спецназ, да, невозможно прийти к претензии к спецназу и сказать, слушай, а че это спецназ, че это у тебя такой крутой? Он говорит, я спецназ, потому что я могу бы суперзадачи решать. А ты как бы не подготовлен, у тебя этого нет. Поэтому обычно отбив такой, что, ну да, избран в том смысле, что у них более тяжелая роль. Они передавают рядом. Но вот здесь вот интересно, что это совсем по-другому было рассказано. Совсем по-другому. То есть не отрицалась избранность еврея в том смысле, как избранность действительно такого лучшего отношения к ним, грубо говоря. А именно объяснялось это из текста. Вот эта вот концовка, которая написана. Кили коля артс. Вот я этого раньше не слышал. На мой взгляд, это очень интересно. Потому что это как бы текстуально подтверждает, да, действительно, ты говоришь избранный. Ну хорошо, давай-ка разберем, как это написано. А ты понимаешь, почему написано Кили коля артс? Даже вот все объяснение, которое Ханан Парад шел по Раше и по Клейкару. По-моему, очень интересно. Но этого, естественно, это как бы стандартный подход Ханан Парада. Он приводит классические комментарии, которые уже кажутся очень интересными. Но сейчас, по-видимому, поставит знак вопроса и скажет, что меня это не очень удовлетворяет. И дальше он будет как бы обобщать это и делать свой комментарий. Окей? Ну хорошо, мы тогда на этом заканчиваем, правильно? Да. Продолжение следует... Продолжение следует...